Мы формируем наш бессмертный полк. Мой дедушка Фёдор Иванович Карачевцев воевал на Курской дуге. Он прошёл войну, я, к сожалению, его в живых уже не застала. Но когда мои родители в 1979 году ездили в Курскую область, они говорили, что в селе Козырёвка есть стелла с именами погибших. И там фамилии Карачевцев, вот просто вот, говорит, рядами такими, папа смотрел, слёзы текли на глазах. Ну, в общем, память мы сохранили о нём. А ещё в нашей семье есть дедушка Иван Егорович Ильин. Он родился в 1922 году, и когда ему было 18 лет, он пошёл в армию. А уже через полгода началась война. Он участвовал в обороне Ленинграда, но в 1942 году получил ранение. Ему оторвало ногу, и вот он остался инвалидом. Но на этом жизнь его не закончилась. Он выучился на ветеринара и на три деревни работал врачом, дождался правнуков своих. Вот мой Коля его очень любил, сын. И в 2011 году он, к сожалению, ушёл из жизни. Всего год не дожил до своего 90-летия. Но мы его очень помним и гордимся, что он прожил такую трудную, но интересную жизнь. Иван Егорович, он рассказывал о войне, но было видно, что ему очень тяжело вспоминать об этом, потому что уходили его товарищи, да, и молодые совсем. Ну и, конечно, слёзы на глаза наворачивались. Но иногда он вспоминал. Было видно, что тяжело, но вспоминал, и внукам рассказывал, и правнукам рассказывал кое-что. Вот мой Коля вот его запомнил таким, который иногда слезу утрёт, мужскую скупую, что-то вспомнит, расскажет. Я очень рада, что у меня у ребёнка был такой дед, который и войну прошёл, да, и кое-что рассказал ему об этом. Что, ну вот Коля, например, на примере, и нашей семьи знает, да, что такое война и каково это. Я пронесу портрет своего дедушки в рядах бессмертного полка, потому что считаю, что у тех людей, у которых есть история, у которых есть прошлое, у тех людей будет будущее. Изготовить штендеры можно самостоятельно или по адресам.